МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что касается учеников, то подготовка в этом году проходит у нас в стандартном режиме. Уже привычная для школ подготовка с факультативами, с какими-то моментами дополнительных занятий. Но в этом году изменился формат непосредственно для обратной стороны лиц, которые принимают участие в экзаменах, для людей, которые его организовывают. Так как начиная с этого года приказом Министерства образования и науки Российской Федерации принято решение о проведении единого государственного экзамена с применением технологии печати экзаменационных материалов в аудитории, то есть в присутствии детей, и сканирование непосредственно в штабе, где сдают экзамены дети в пункте проведения экзамена, то мы уже проходим обкатывание всех технологий, обкатывание всей техники, которая уже закуплена и размещена в пунктах проведения экзамена в образовательных организациях. Проходит дополнительное обучение педагоги и лица, которые принимают экзамены, это почти тысячи человек, как на федеральных порталах, так и непосредственно в нашем региональном центре. Так что в этом году будет максимально все технологично для детей и для лиц, которые принимают экзамены. В этом году у севастопольских школьников будет возможность альтернативу ЕГЭ получить? Да, конечно, альтернатива выбора согласно законодательству за Крымом и Севастополем сохраняется до 2018 года включительно. Но могу сказать, что выпускники севастопольских школ очень неактивно пользуются данной привилегией, данной льготой, потому что наши дети достаточно конкурентоспособны. Это мы видим по сравнению с предыдущими годами. Практически 90% детей поступает в высшее учебное заведение на территории Российской Федерации, на ее континентальной части, не только в Крыму и Севастополе. Поэтому да, льготы сохраняются, но наши севастопольские школьники, 98% выбрали именно форму единого государственного экзамена. Что касается законодательной инициативы, которая приходит со стороны и Государственной Думы Российской Федерации, и представителей наших регионов в Государственной Думе Российской Федерации, она сохраняется, пытаются как-то перенести сроки продления выбора. Но позиция и правительства Севастополя, и департамента образования города Севастополя, что для севастопольских школьников данная льгота не нужна, потому что они достаточно уверенно себя чувствуют и достаточно хорошо сдают экзамены, чтобы поступать в высшее учебное заведение на территории Российской Федерации. Но при поступлении в ВУЗе вообще есть разница, я сдавал ли это ЕГЭ или же? Конечно. Согласно приказам Министерства образования и науки Российской Федерации, поступают дети исключительно на результатах единого государственного экзамена. Однако в ряде ВУЗов у перечения нужно смотреть в правилах приема отдельных высших учебных заведений. Там указано, могут ли дети пользоваться правом применять, допустим, форму государственного выпускного экзамена при поступлении, либо они имеют право как жители Крыма и Севастополя поступать на так называемых квотах или на лимитах, которые определяет данное высшее учебное заведение. Но при этом, опять-таки, согласно законодательству, высшие учебные заведения, институты принимают самостоятельное решение о том, как они будут осуществлять набор в этом учебном году. Вы сказали, что подавляющее число севастопольских школьников выбирает сдавать ЕГЭ. А как они его сдают? Есть какая-то динамика? Насколько мы хороши в рейтинге, например, со всей России? Ну, начиная с 2013 года рейтингования не происходит открыто ни между образователями и организациями, ни между субъектами Российской Федерации по итогам сдачи ЕГЭ. Ну, если сравнивать с другими процедурами, которые проходят, в том числе и на территории города Севастополя, то мы всегда показываем очень стабильный результат. А что касается ЕГЭ, то наш результат не меняется с прошлого года. То есть он стабильный, показатель у нас очень хороший, и дети успешно поступают и сдают свои экзамены. Но не без того, что есть и те, которым не удается пройти испытания с первого раза. А что предпочитают сдавать? Ну, наша пятерка лидеров по выбираемым предметам, она не меняется уже на протяжении нескольких лет. Она соответствует целиком и полностью нашему экономическому, экономическим отраслям и города. На первом месте у нас стоит математика профильная, потом идет общество знания, физика, английский язык и биология. В связи с тем, что в основном мальчики у нас все-таки пытаются поступать в военные профильные вузы и в технические, и это поэтому у нас физика и математика профильная, а большая часть девочек предпочитает у нас медицинские институты, поэтому и биология у нас в фаворитах из предметов. Насколько вообще способна школьная программа подготовить ученика к ЕГЭ? Она абсолютно способна. Государственная итоговая аттестация – это лакмусовая бумажка, которая показывает, как ребенок усвоил федеральный государственный программ и стандартную программу, которая ему была предоставлена в школе. Ничего за пределами программы, за пределами того, чему должны были обучать, чему должен был учиться ребенок в школе, в вопросах вы не увидите. Зачастую бывает так, что дети, выходя с экзамена, удивляются, почему вопросы становились где-то, где-то на уровне 10 класса. А вот в 11-м сложном не было. Но подготовкой экзаменационных материалов ежегодно занимается Федеральный институт педагогических изберений с учетом всех показателей со всех субъектов Российской Федерации и рассчитаны не только, исключительно на ту информацию, которую дети прошли по учебной программе. При подготовке к ЕГЭ на что ученик должен в первую очередь обратить внимание? Самое главное – это усвоить предмет, быть уверенным в том предмете, который ты выбираешь. Ты должен его знать. Очень часто у нас встречаются в экзаменационных заданиях вопросы, которые связывают между собой предметы. Например, на решение задач по химии и физике необходимо знать математику. Или на ответ на вопрос по тем же физике и химии нужно иметь элементарное представление о математических правилах. При этом при всем дети обязательно должны пройти хотя бы раз задания, которые размещены в открытом банке, размещенном на Федеральном информационном портале Федерального института педагогических измерений. В открытом доступе фипи.орг размещена вся информация, там есть и тестовые задания, есть задания с вернутым ответом, есть все критерии, есть все необходимые задания, есть все разъяснительные материалы, которые помогут ребенку хорошо подготовиться для сдачи экзамена по выбранному предмету. Вопрос, который уже в ближайшее время станет очень актуальным, что можно, а что нельзя брать с собой на единый госэкзамен? Ни в коем случае нельзя с собой брать на единый госэкзамен телефоны, всевозможные гаджеты, часы, наушники, которые бы могли вам помочь дать экзамен, ну а также шпаргалки. Дело в том, что при случае, если обнаружат у вас один из вышеперечисленных предметов, вы удаляетесь с экзамена, ваш результат аннулируется без права передачи, вы теряете этот экзамен. Большому сожалению, если это будет обязательный предмет русской математики, который будет влиять на получение аттестата, вы аттестат в этом случае не получите. К нашему большому счастью, наш регион, город Севастополь, все-таки воспитывает дисциплинированных детей. У нас крайне редко практически не встречаются такие случаи при проведении экзаменационной кампании. Вот у нас уже началась она на досрочный этап. Слава богу, у нас при проведении экзаменов в марте месяца не было ни одного случая наличия телефонов. Ну, в отличие от наших ближайших субъектов в Южно-Федеральном округе. А полный перечень, что можно, что нельзя иметь при себе на экзаменах, в том числе, какие можно использовать калькуляторы на каких предметах, линейки, можно ли использовать справочный материал, размещено на нашем сайте регионального центра оценки качества образования, где каждый может зайти, ребенок, обязательно рекомендуем зайти и посмотреть полный перечень, что можно и чего нельзя иметь на экзаменах. Следующий вопрос. Какие меры принимаются для того, чтобы обеспечить максимальную честность в этом году на ЕГЭ? Объективность проведения экзамена озабочена не только мы, но озабочены также представители Рособорнадзора Российской Федерации. Так как есть, вы слышали неоднократно, субъекты Российской Федерации, где экзамены проходят, мягко говоря, необъективно. Поэтому и было принято решение о проведении экзаменов с использованием такой технологии, как печать экзаменационных комплектов непосредственно в присутствии детей, непосредственно в аудитории. Да, это действительно немножко удорожило сам процесс, но зато он объективный. Никто не может вмешаться в вопрос, как детям получить экзаменационные материалы. То есть, таким образом, лишается возможность заранее ознакомиться с тем пакетом экзаменов, точнее, всем пакетом контрольных работ, которые будут предоставлены на экзаменах. И также, после того, как будет проведен экзамен, все бланки детей, за исключением черновиков, сканируются и передаются уже непосредственно в наше учреждение по шифрованным закрытым каналам связи, для того, чтобы мы провели уже всю обработку экзаменов. И когда уже непосредственно председатель предметных комиссий получает на руки работу для проверки, она обезличена, в ней нет паспортных данных, она кодирована, она обрезана со всех сторон бланк. И есть только непосредственно часть работы детей. Кроме того, тестовую часть, которая маленькая, но она есть, она присутствует, ее проверяет машина. То есть, в этом случае вмешательство в любую работу детей сведено до минимума. Написал школьник экзамен, как ему его отслеживать результат. Можно ли его узнать как-то будет через интернет, например, его работа? Для детей 11 класса такая возможность, да, действительно есть. Причем, если это можно сделать, заведя на портале ЕГЭДУРУ личный кабинет с использованием своих персональных данных, где вы можете отслеживать не только результаты и заранее получая результаты своих работ, а не тогда, когда будут они оглашены непосредственно в вашей школе, вы также будете видеть ошибки, которые были, почему была выставлена такая оценка, тот или иной балл. Очень рекомендуем. Для детей 9 класса, к сожалению, пока нет такой возможности, они могут узнать свои результаты непосредственно в образовательных организациях. Но самое главное, что если дети не согласны с выставленными баллами, они могут подать в этот же день или на следующий день апелляцию. Дальше, к сожалению, сроки, которые определены нам законодательством, уже ограничены. И не может быть принята апелляция на результат более чем через два дня после официального объявления результата. Спасибо за беседу. Напомним, в гостях у нас был директор регионального центра оценки качества образования Дарья Николаевна Круза. Это была программа «Актуальное интервью». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова